Тебе с Винницей можно, ты можешь долететь на одной заправке до... Да, конечно, 1500 километров Крылья в этом самолете и крылья в шарке это одно и то же крыло Дело в том, что этот самолет и эти номера, они пятизначные, их воспринимает вся Европа Continental, он же Rolls-Royce, Lycoming и Rotax И они имеют разную концепцию В принципе здесь достаточно комфортно Как проходит техническое обслуживание самолета? Снимаем капот, 55 килограмм, рост какой? Метр семьдесят Самолеты, когда набирают выше 8-9 тысяч футов, то те, которые не имеют турбины, они начинают потихонечку задыхаться, им не хватает кислорода Летание по меблям, говорят поляки По меблям? По меблям, да Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Plane Ukraine, меня зовут Виктор Михайлов и это канал, посвященный малой авиации Все больше и больше производителей в мире начинают использовать композитные материалы для производства своих планеров Что такое композитный материал? Это материал, который состоит из двух составляющих Волокна, обычно это углеволокно И скрепляющего элемента, который делает эту конструкцию жесткой Кто использует композитные материалы? В частности, производитель самолетов TL, на производстве которого я был не так давно в Чехии, использует композитные материалы Lancer использует композитный материал Cirrus использует композитные материалы в производстве своих планеров И даже Boeing использует композитные материалы, начинает использовать Можете загуглить, например, Boeing 787, он на 50% состоит из таких материалов Что дает использование композитного материала в производстве планера? Первое, это легкость, то есть это достаточно легкий материал Второе, это прочность, сопоставимая с металлами И третье, с ним намного проще работать Потому что я был на производстве самолетов AeroPract, там где конструкция планера сделана из металла И там очень много оборудования, и там очень много инструментов, станков, большие площади Это все требует ресурсов Примеры композитных материалов, которые используются в авиации Это стекловолокно, карбон и кевлар В общем, с композитными материалами намного легче работать И это более доступно для небольших компаний Итак, встречайте звезду нашего сегодняшнего выпуска GoGet Air 750 Сначала я не мог понять, что означает это название, его происхождение Я думал, что это фамилия, может быть, основателя или что-то такое GoGet Но все оказалось намного проще Если разделить это на три отдельных слова GoGetAir Пойди, вдохни свежего воздуха Другими словами Цифра 750 обозначает его максимальный взлетный вес Какая еще его особенность? Это самолет четырехместный, но условно четырехместный Почему? Потому что два основных, передних места, они имеют полный размер А задние, они рассчитаны на детей Причем даже, скажем так, даже не на подростков, а на детей И максимальный вес задних пассажиров, суммарный, не должен превышать 50 кг Согласно руководству летной эксплуатации Что еще интересного можно сказать про этот самолет? Он укомплектован двигателем Rotax 914UL Это турбированный двигатель мощностью 115 лошадных сил Что это ему дает? Турбированный двигатель, он дает возможность летать выше Там, где требуется наддув воздуха Там, где разреженный воздух И требуется больше кислорода для сжигания горючей смеси Его максимальная высота полета 14760 футов И максимальная скорость 256 км в час Чем еще интересен этот самолет? Производитель декларирует летное качество этого самолета 17,5 Что это означает? Летное качество это отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления Если брать простыми словами на практике Что это означает? Что с одного километра высоты самолет может пролететь 17,5 км расстояния Это очень много Для сравнения, Cessna имеет летное качество 11 Некоторые спортивные планеры, которые не имеют двигателя Имеют летное качество 19 То есть это очень близко к этому самолету Если брать характеристики, то самолет выглядит очень интересным и привлекательным Сейчас пообщаемся с собственником и узнаем, действительно ли он так хорош Александр, приветствую! Спасибо огромное, что согласился прилететь на Киев-Южный Какой твой путь в авиацию вообще? Что тебя привело сюда? Ну не знаю, правильно будет ли сказать Скажем, используя негативный или имея негативный опыт В авиации такого общего пользования для всех, как говорится И пришел к тому, что все-таки надо быть автономным И надо быть независимым А это только... Только малая авиация Только малая авиация Другого выхода нет Короче говоря, пассажирские авиаперевозки не понравились, надоели Это не для меня Ну разве где-то там очень дальние дистанции Там, где мало авиаций Альтернативы, к сожалению, нет Да, нет альтернативы Чем вообще интересен самолет именно этот И как ты выбирал самолет? Я выбирал самолет еще примерно в 2019 году На тот момент уже много было предложений Вот из кевлара, углепластиковые самолеты Исходя из потребностей У меня двое маленьких детей Мне нужен был четырехместный самолет Ну и этот производитель оказался Как бы такой, скажем, такой серединой Да, цена плюс функциональность А какие рассматривал вообще самолеты? Был на заводе Аэроспул Адвантик ВТ-10 Входила в рынок Пантера Не знаю такой Пантера это производитель или это модель? Пипистрель А, Пипистрель Пантера Пипистрель, да Он тоже четырехместный, да? Да, он полностью четырехместный Ну, цена, конечно То есть бэушная техника сразу отпадала Потому что она, с моей точки видения Это морально устаревшая техника А вопрос тогда сразу Почему именно это? То есть вот Пантера, Адвантик и Гоги ТР Цена? Цена То есть по цене он был самым Да, это цена-качество То есть знаменитая формула В 20-м получил лицензию То есть в прошлом году получил лицензию И в прошлом году получил самолет, правильно? И сразу же получается, там через несколько месяцев Я там получил, уже забрал самолет Вот ты получил лицензию, на каком типе получал? На Цесне На Цесне, это ты в Польше получал, правильно? У тебя ИАСовская лицензия Да А как ты на этот тип переучивался? Ну, потом у меня было на Пайпере 28-м Ты на этот самолет вводился? Или ты как бы уже полетал просто с более опытными и уже сам? Нет, я с ним летал С производителем? Да, с производителем С директором, с собственником этого? Да, даже с собственником Он как бы очень доходчиво все объясняет Про самолет, смотрит, какие ошибки делаешь Ну, то есть, очень емко так с ним это все происходит То есть, грубо говоря, вы несколько часов с ним полетали? И ты все-таки... Да, это не несколько часов, это было часов 15 Часов 15 вместе полетали? Да, да А где вообще летаешь на этом? Ну, я вообще... У меня так маршрут Украина-Польша, то есть, связан с бизнесом, поэтому... То есть, через Львов или через Узерб? Нет, я стараюсь через Ровно... В Люблин? И Ровно-Люблин, Ровно-Жешев, либо Винница В зависимости... То есть, тебе с Винницей можно... ты можешь долететь на одной заправке до... Да, конечно, 1500 километров Это... а сколько тебе от Винницы лететь до ближайшего польского? До Жешево, наверное, да? До Жешево? Ну, около двух с половиной часов Двадцать полночаса, ну, нормально Кстати, может показаться, что это обычный кукурузник, но на самом деле это не так Кукурузник это Ан-2, а это Ан-3Т Самолет в схожей конструкции, но с турбированным двигателем Это ему дает возможность забираться вверх и выбрасывать парашютистов с большей высоты Как вообще происходит процедура заказа самолета? И сколько он производится? Ну, в районе девяти месяцев где-то примерно Как рождение ребенка от зачатия? Все имеет инкубационный период Как в этом случае происходит зачатие? Зачатие предоплатой происходит? Да, предоплаты выгоден вариант тем, что мы раскладываем на какие-то... Разбивается на... Да, на месяцы, то есть это удобно Ну, то есть, грубо говоря, к моменту, когда ты его забираешь, ты уже должен 100% за него рассчитаться? Да, да А сколько он тебе обошелся там? Ну, если брать страховку, ну, примерно где-то 165-170 тысяч евро Окей Ну, в принципе, такая средняя, наверное, цена по рынку Да Но если брать 4-местные, то все-таки дешевле, да Если еще принять во внимание летные характеристики этого самолета Сейчас мы сейчас сядем еще, пролетимся и тогда оценим Сколько обычно человек на борту? То есть ты один летаешь вдвоем, с семьей, как обычно происходит? Один-два человек, это примерно 80-90% и 10% это с семьей Ну, то есть, грубо говоря, вот эти вот два места, это как раз 10%? Да, это на всякий случай, каждый хочет иметь запас какой-то за плечами А с семьей куда самые дальше летали? Ну, пока мы летали только вот в Гоголев, потому что там было, потом пересаживались в Борисполь на большой самолет А, это вам так удобнее просто подлететь было? Да, 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 ну, если мы тратим свинницы в Гоголев час, обычно дорога может занять и до 6-7 часов По конструкции вообще, то, что я вижу, что очень хвост напоминает, есть такой самолет Shark, может быть, слышал Вот, прям, ну, точно то же самое, там такой тандемчик, я видел его в Чехии Крылья в этом самолете и крылья в Shark это одно и то же крыло Я тоже смотрю, я сразу видел, что вот я где-то, где-то я такое видел Они, производители, скоперировались, то есть разработали и изготовили наилучшее крыло Для своего класса и это достаточно для них дешево обходится Ну, конечно, они разделили косты на Research and Development на две компании Это классный подход Потому что если бы, ну, это только всего лишь седьмой самолет А, вот как раз один из вопросов был, сколько их всего вообще выпущено? Ну, сейчас это седьмой, но они уже выпускают то ли тринадцатый, то ли пятнадцатый То есть они так активненько набирают обороты? Да, да, но на девятнадцатый год это был 0,07 Он сертифицирован в EASA или нет? Нет, это Special Experimental, да, но... Дело в том, что этот самолет и эти номера, они пятизначные, их воспринимает вся Европа То есть с этим самолетом нет никаких проблем То есть знаешь, если где-то ультралайты не принимают, где-то Experimental закрыты Да, это, кстати, смотри, это как раз один из вопросов Потому что если самолет Experimental, то, что я знаю Во-первых, не все страны принимают А во-вторых, на отдельные страны нужно получать дозвил Да, как вот дозвил на полеты в Украину Точно так же, например, дозвил на полеты в Германию, например, на год И каждый раз это нужно обновлять Как вот с этим самолетом? Ты сталкивался? У тебя в Польше, ты летаешь в Польше, а у тебя польская регистрация Нет, регистрация славянская А, славянская На производителя Ты для Польши делал какой-то дозвил? Нет, ничего Эти номера, они принимаются во всей Европе По всей Европе Никаких проблем, вообще никаких Как проходит техническое обслуживание самолета? То есть у него есть, получается, несколько составляющих Первое, это двигатель Второе, винт И третье, это планер То есть все это, как бы, имеет определенные регламенты по техническому обслуживанию Как ты это делаешь? Берем, например, двигатель в первую очередь Двигатель это на любой авторизованной станции Ротакс Окей, здесь есть Достаточно много По винту По винту это тоже с авторизованным сервисом А где, в Украине есть такие или нет? Ну, это винт Вудком, скорее всего, и есть Но ввиду того, что я постоянно за границей То есть мне проще там Проще в Польше это сделать И один раз в год надо слетать в Словению И продлить Permit to fly Permit to fly Разрешение на полет? Да, да, да Вот, допустим, месяц перед тем, как он закончится А какие страны ты пролетал? То есть ты был в Словении и в Польше То есть ты по-любому уже пролетал Там, как минимум, там, Австрию Да, Австрию, Чехию пролетал Словакию, Венгрию Ну, это важный, как бы, момент Объясню, почему Потому что, опять-таки, вот это вот С экспериментами там есть много вопросов Но если пролетал вот эти все страны Значит, имеешь право в их воздушное пространство С этим проблем нету, это его заверяют на 100% Это, это хорошо, это плюсик Тогда вопрос по планеру Какие у него есть регламенты? Если брать, например, тот же ТЛ Я знаю, что у них там раз в 30 часов 300 часов нужно прилететь на завод И они полностью смотрят там натяжение тросов Смотрят целостность Ну, все-все-все проверяют Аналогичная ситуация Вы когда приезжаете, прилетаете делать Permit to fly Продолевать, то есть они вам сделают полный регламент То есть, грубо говоря, это можно делать, совмещать с... Конечно, конечно Один едет, другой взлетает Тот взлетает, а тот едет А мы стоим, снимаем Надо держать фокус Потому что тут такая движуха Тут звонят, тут едут, тут стоят Тут взлетают И надо еще красиво все это рассказать Непростая задача снимать видео Так что перед тем, как написать какой-нибудь противный комментарий Подумайте об этом Подумайте Немножечко про регистрацию экспериментальных самолетов в Украине Они имеют свою определенную маркировку Точнее, их бортовый номер Он состоит из четырех букв после Uniform Romia После украинской регистрации И первая буква, это буква П Это все самолеты, которые имеют такой бортовый номер Это все экспериментальные самолеты В частности, аэропракты Тот же Патриот, на котором я летал Это Папа Новембо Гольф Альфа То есть первая буква, буква П Это означает эксперимент Хочу вам показать набор для блогинга Для авиаблогинга Потому что многие спрашивают, пишут в Инстаграм Вот, чтобы все это не повторять Нам нужна GoPro Нужен вот такой вот адаптер И к этому адаптеру есть вот такой тройник Очень классный Это втыкается в разъем Сюда входит гарнитура То есть, грубо говоря, все, что вы слышите в гарнитуре Оно все есть на камере То есть звук очень качественно записывает Этот адаптер, он не простой Он, получается, еще выравнивает звук То есть, если он сильно громкий, он его чуть приглушает Если сильно тихий, он, наоборот, делает его громче Сейчас пройдемся вокруг планера Посмотрим его особенности Ну, во-первых, то, что вот и сразу бросается в глаза Что он, скажем так, имеет такое Я не знаю даже, как это назвать Это не назовешь ребром жесткости Но я понимаю, что это сделано для усиления, скорее всего И немножечко для улучшения аэродинамики То есть, от крыла идет такой перегиб Идем дальше Хвост здесь такой же, как в шарке Как мы уже говорили Крылья тоже Совместная разработка двух производителей Обязательно должна быть на каждом самолете Должна быть металлическая несгораемая табличка Это такие правила И вот здесь, кстати, только что Мы видели, как он писал через эту дырочку Это специальный сапун При нагреве отсюда топливо просто сливается Чтобы не было повышенного давления Лишнее давление Да, стравливается давление Стравливается давление Так раз, такой, хопа, и все Справился и нормально Винт изменяемого шага Открываются двери По аналогии с цирусом Так раз Практически Снимаем капот Как и все в авиации Капот здесь Очень-очень легкий Все Вообще, он весит, наверное, килограмма полтора-два, наверное, максимум Значит, что у нас здесь за двигатель Двигатель у нас 914-й UL Ротакс Турбированный Если взять вообще двигатели для авиации В основном используются Ну, я бы сказал бы Три производителя самых крупных Это Континенталь Он же Роллс-Ройс Лайкоминг И Ротакс И они имеют разную концепцию То есть Континенталь и Лайкоминг Это такие двигатели, скажем так Большого объема Рабочего Которые имеют небольшой Скажем так Небольшие обороты коленчатого вала То есть обычно Там, например, на том же На моем самолете Там максимум 2700 И идет прямая передача Крутящего момента С коленчатого вала На винт Ротакс Он совершенно другую концепцию Имеет Ну, во-первых, про саму фирму Ротакс Ротакс Они выпускают двигатели Для самолетов Для гидроциклов Для квадроциклов А также для картингов Есть даже отдельная серия У меня дети занимались картингом Какое-то время профессионально Есть даже отдельная серия Чемпионаты на двигателях Ротакс Так вот Возвращаемся к авиационному Ротаксу В чем его концептуальное отличие Во-первых, они используют высокие обороты И во-вторых, они используют редуктор То есть все двигатели Ротакс Они оснащены редукторами Что это означает То есть рабочие, скажем, обороты Могут быть 4800 При этом Передаточное число Там чуть более двух Не помню точно 2.3 по-моему На винт передается в два Два раза меньше Крутящий момент Точнее не крутящий момент А обороты в два раза меньше Теперь берем по линейке Конкретно двигатели Ротакс Они начинаются с серии 912 UL Это 80-сильный карбюраторный двигатель Второй двигатель, который выпустил Ротакс Это ULS Он уже модифицированный И он имеет большую мощность У него мощность 100 лошадных сил Далее Ротакс выпустил 912 IS Это инжекторный двигатель Дальше следующий двигатель Это 914 UL Это как раз вот этот двигатель У него максимальная мощность 115 лошадных сил И что самое главное Здесь есть турбина Это очень большой плюс В каком плане Самолеты, когда набирают Уже свою высоту Выше 8-9 тысяч футов То те, которые не имеют турбины Они начинают потихонечку задыхаться То есть им не хватает кислорода Для сжигания горючей смеси Здесь же этот вопрос решен турбиной Нагнетается под давлением Воздух Соответственно Количество кислорода больше И он спокойненько набирает Даже на 8-9 тысяч футов Он идет в наборе шикарно Вот, 914 Следующий двигатель Который разработал Ротакс Это 915 Ротакс С максимальной мощностью 141 лошадиная сила Тоже турбированный Надо смотреть на мощность Немножечко под другим углом Почему? Потому что Это максимальная мощность На максимальных оборотах На максимальных оборотах Тот же 914 и 915 Ротаксы Могут работать не более одной минуты Это на оборотах 5800 оборотов в минуту Что можно сказать? Двигатель показал свою надежность Эффективность И это самая сейчас Скажем так Наверное Часто встречающаяся комбинация Это двигатель Ротакс И легкомоторный самолет Из композитных материалов Вот таких вот комбинаций В Европе Ну просто валом В прошлом году Мы совершали полет в Коломию На самолете Патриот Украинского производства Который точно так же И имеет Ротакс И точно так же Из композитных материалов Это самая Такая классная комбинация То есть Если самолет Долго стоял Или допустим Температуры За минус 10 Минус 15 Его можно Подключить в сеть Предварительно Подогреть перед стартом Это подогрев чего получается? Подогрев цилиндров Подогрев масла От сети 220 вольт И можно предварительно Подогреть двигатель Ну хотя бы до плюсовой температуры И уже как бы Запуск Пуск будет не такой Травматичный для двигателя Очень классно Обалденно И причем Классно Что оно прям Вмонтировано в систему Это очень удобно Могу так сказать Из опыта То что я видел Что там Ставят дуйку Дуйкой Одеялом накрывают Ну то есть Это как бы не очень удобно Когда есть такое решение Это классно Тут все сделано Из расчета Безопасность Приоритет номер один То есть тут Всегда есть два контура Свечей отдельно Тут например На двигателях Ротакс Вообще есть Три системы охлаждения Которые здесь используются Это воздушное Просто набегающим потоком Масло И отдельно Еще есть жидкость Для охлаждения двигателя 1350 кубиков Объем Рабочий объем двигателя То есть достаточно мало И в связи с этим Они очень экономичны Например Тот же Лайкоминг 320 360 Который стоит на цесте Он имеет объем 6 литров Практически Вот Ну и соответственно Большое потребление Короче Хороший Интересный Современный Мотор Так Значит Пробуем Игоря Запихнуть на заднее сидение 55 кг 55 кг Рост какой? Метр 70 Метр 70 Ну никак Сорри А ну Игорь как тебе? Слушай Ну на дальняк На Одессу Колено только торчит Между сидухами А ну подожди Слушай Не ну Все равно Получается по росту Тут наверное метр пятьдесят Где-то будет удобно Да 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 Здесь ограничено Все Мы тогда Игорь без тебя полетим Сорри Но Как есть Сейчас Сейчас немножечко посмотрим Что у нас здесь По оборудованию есть Полноценный автопилот Есть С удержанием курса Набора Высоты Ну короче Полноценный Это полноценный инструмент Который показывает И параметры двигателя То есть мы здесь Что можем видеть Обороты Это у нас Что это Мейнфол прэшер Наверно да Наддув Наддув Температуру масла Давление масла Ну в общем-то Все что необходимо Знать в полете Тут по четырем Цилиндрам все Или как бы Общий идет А все по четырем цилиндрам Да Это температура По четырем цилиндрам Здесь можно Например включить Навигацию Здесь параметры двигателя В общем-то Все очень-очень удобно Здесь дополнительно Можно Скайдемон включить Но обязательно Во всех самолетах Должны быть Механические Приборы Это индикатор Это индикатор Воздушной скорости На случай Отказа Электроники Нужно понимать С какой скоростью ты летишь Чтобы безопасно Совершить посадку Дальше Здесь есть Альтиметр Высотомер Вообще Еще как бы Обычно Ставят Авиагоризонт Но в принципе Для визуальных полетов Не обязательно Что у нас здесь еще есть Регулировка Оборотов Это здесь регулировка То есть да И выпуск Закрывки Здесь закрывки Да То есть он сам регулирует Угол атаки винта Ну это здорово В общем то Что смотреть дальше Лететь надо Полетели Летс го Как говорится Так Первая штучка Первое на что я обратил внимание Вот это Получается здесь у нас происходит Регулировка Педалей То есть оттягиваем На себя Параллельно Две педальки Отодвинули Догами Отпускаем Все Дофиксировалось А что у нас Кстати на ручке Что здесь у нас Это пол Тримирования Лево Право Вниз Вверх Это У нас Связь с диспетчером Это отключение Автопилота О кстати хорошо Что на ручке Это очень удобно Что если нужно быстро Например Какое-то препятствие Да Там птица летит А ты на автопилоте Нужно быстро Чик Отключил И сразу же Сурвалом Подправил Первое впечатление От От Су От Су Места В принципе Здесь Достаточно Комфортно Киев Южный Сьера 5 Майк Тангозулу Разрешите заряд Предварительной Полосы 0.1 Майк Тангозулу Занимайте предварительной По второй РД Полосы 0.1 Занимаю Предварительной По РД 1 Сьера 5 Майк Тангозулу В Sound Взлетный 5500 установлен Вовс От второго Выйду в район Вайцог Все, взлетели. Убираются, да, сейчас? Так, сейчас убираются. А закрытки там как, они имеют несколько положений, да? Да, три положения. Так, ну что, это наш круиз или еще пока нет? Мы в наборе покажем? Нет, мы в наборе, но наберем хотя бы две тысячи. Ага. Триста фут в минуту и вот он уже сам как бы летит на автопилоте. Да, это очень классный автопилот, такой же я наблюдал в стинге, много очень параметров можно выставлять, можно выставить скорость набора, например, имеется ввиду воздушную скорость набора. Да, вот у нас триста уже задано. Да. Не, можно именно вертикальную скорость додать набора, а можно додать, например, ну вот там 100 узлов предположим, задал и он выдерживает 100 узлов. Это удобно. Какие у него вообще заявленные допуски по перегрузкам, положительная отрицательная перегрузка? Плюс 6, минус 4 где-то так. Плюс 6, минус 4. Ну, это достаточно много. Ну, в принципе, все карбоновые в основном. Да, они с легкостью выдерживают, они в параметре без проблем. Где у него расход показывается? Ну, в данном, в таком режиме он потребляет 22 литра в час, то есть 22 литра в час примерно. Так, хочу тебя попросить поуправлять. Ну, окей. Готов? Готов, принял. Твой. Ап, принял. Такой отзывчивый, у нее руль, носочки очень отзывчивый. Скажем так, элероны. Ощущение, как будто бы они немножечко такой усилий. Сейчас я попробую немножко поделать виражики. Так, это по элеронам, так он чувствуется более, потяжелее по элеронам. Но по рулю высоты, конечно, отзыв моментальный. В наборе, конечно, тоже идет хорошо. Какая у него эффективная скорость набора в углах? Ну, 800 фит в минуту. 800 фут в минуту. Скорость в воздушной? Где-то 90. 90 узлов. Так, чтобы он не перегревался. Да. Ну, вот видишь, все в зеленых параметрах. То есть, абсолютно сбалансировано все. Классно. Тогда я делаю разворотик на базу и делаем заход на полосу 0.1. Так, знаешь, что не хватает? Вот шторки не хватает. Такой шторки? Вот сюда вот. Она есть, но я ее в машине забыл. Ага. Сори. 135 это вот в круизе. Не на эконом, но на круиз. То есть, в принципе, может лететь. 120 мы летим, 115, 120 узлов. Летание по меблям, говорят поляки. По меблям? По меблям, да. Это по коробочке. Ну, я не знаю. Коробочке, да. Тут третий, там второй, там над тем домом четвертый, пятый, десятый. Так. Какая высота круга тут у вас? Высота круга... 1800, 1700. Не, то есть 1600. 1600. Да, да, да. Ну, это по QNH. Какая у него скорость захода? Где-то 80. А касание? Ну, 50. Это у нас флэпсы. Фулл флэпс, да, делаем? Не-не, на вторые. На вторые. Угу. Фулл ап. Фулл ап, говорит. Да, кричит она. Там задумчик небольшой, прямо в торце полосы. Ты его видел, да? Да. Не будем их флаг делать. Ухах. Оу! Фелевизионный Альфа. Альфа Фокстрат 3000 занял на боевом минутах. Всё? 3000 на боевом минутах. В общем, место для посадки ему пространства вообще минимум надо. Мы где-то в 300 метров полосы вложились от касания до 200 метров. Собождаем по РД-3. На ту же стояночку. Заключение пара полностью. Майк-то на зло. Да, открываем дверь, потому что жарко. Сегодня плюс 30 с чем-то. Я немножко вспотел. Конечно, когда летишь по маршруту, то все это решается достаточно просто. Просто забираешься на 6-7 тысяч футов и вообще не паришься. Там плюс 15, плюс 17. Лететь комфортно, хорошо. Ну что, пролетелист по самолете классный. Мне он очень понравился. Саша, мне вот такой вопрос тебе. Какие вообще есть недостатки в нем? Что ты за время полетов обнаружил? Потому что всегда самолет это какой-то компромисс. То ли там мало места, но он быстрый. То ли там много места, но он медленный. Ну и еще какие-то другие комбинации. Что вот по твоему опыту? Для меня казалось недостатком. Это то, что нет там неуправляемое переднее шасси. Ну там по прошествии 10-20 часов ты настолько привыкаешь, но не считаешь это недостатком. Допустим, то, что сзади нет места, но это не то, что недостаток. Ну это как бы за это и платили деньги. Понимаешь? С другой стороны, еще к тому, что ты заметил, это вот с целлеронами, да, такая немножко как бы вальяжность, тоже как бы привыкаешь, вроде бы считается нормой. Такие таковые видимые явные недостатки я в этом самолете просто не нахожу. Как ты для себя смотришь? Тебе этого самолета сейчас хватает? Или ты уже думаешь, например, я бы хотел, например, там двухмоторный? Ну какие твои дальше планы? Нет, я бы хотел, скорее всего, уже дальше развиваться. Это, допустим, с 915 двигателем. Такой же он произойдет? Да, ну, возможно, производитель, допустим, расширит этот самолет и сделает его уже полноценным четырехместным за счет мощности двигателя. Ну, а это надо ждать еще несколько лет. Ну, за это время дети подрастут. Как раз, то есть, грубо говоря, тебе нужно будет, пока дети маленькие, этого самолета хватает. Вполне достаточно, да. Дети подрастут, вырастет и самолет, скажем так. Самолет действительно достойный, действительно, он прощает очень много пилоту, особенно такому неопытному, как я. Это идеальный выбор, вот если кто хочет летать, там, допустим, на дальние расстояния, допустим, путешествовать, это вполне хороший выбор. Классно. Саша, спасибо тебе огромное, что прилетел, что согласился снять этот видеообзор на самолет. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну, что ж, как видите, в авиации есть огромное количество разных вариантов самолетов. Легких, сверхлегких, экономичных, с большой дальностью полета, с маленьким взлетным весом, с большим, то есть, вообще, разные абсолютно комбинации под разные потребности. Спасибо вам большое, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Кого интересует обучение в авиашколе, ссылочка в описании. Очень всем рекомендую, тех, кого авиация не оставляет равнодушным, хотя бы раз в жизни попробовать управлять самолетом, потому что это невероятное ощущение, это другой уровень свободы совершенно. Также приглашаю вас переходить на мой сайт play-ukraine.com. Там есть много интересного для тех, кого интересует авиация. На этом с вами прощаюсь. Пока. Я в правильную сторону пошел. Субтитры создавал DimaTorzok